всем доброго времени суток вы на канале то что свяжем и я оля мой канал об узорах крючком рада приветствовать новичков и гостей на своем канале также своих постоянных зрителей мастеров мастериц из разных стран разных городов разных континентов спасибо за ваши лайки подписки комментарии поддержку я сегодня к вам с ниточками с которыми мы уже работали на канале есть узорчики с такими ниточками но и с новым узорчиком и так давайте по порядку у меня сегодня ниточки называются газал baby cotton это точно такие же ниточки идем дальше смотрите в моточке находится 50 грамм 50 граммах 165 метров и нам советует производитель вот смотрите брать крючок от двоечки до троечки данную пряжу данной ниточки я уже вязала и вязала крючком номер три так вот крючок сейчас он сфокусируется если захочет троечка видно вот вы в свою очередь берете любую пряжу какая у вас есть не обязательно такой который показываю я все узорчики универсальные и вы можете тот же самый узорчик связать другой пряжей и возможно узорчик ваш заиграть намного лучше чем у меня я сегодня возьму ниточки вот такого цвета к сожалению упаковка потеряна да но но я помню цвет 417 такой вот нежно сиренево-синий цвет ну что свяжем и так к сегодняшнему узорчик у я прикладываю схемку схемка отличного качества хорошо читабельная как мы с вами давно давно уже договаривались если съемка хорошего качества я ее прикладываю ну а если на плохого качества я не заставляю вас ломать глаза вы повторяете за руками договорились и так кто умеет работать со схемками вяжем самостоятельно кто не умеет повторяем за руками сравниваем со схемкой и учимся читать съемки и так раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек давайте я наберу такими ниточками например 3 раппорта это получается 24 петельки и дополнительно 5 петелек чтобы узорчик красиво ровно закончился но вы увидите этого получается 24 плюс 5 29 петелек набираю я вы в свою очередь набирайте столько сколько вам необходимо итак для начала что мы делаем петельку фиксации так и при наборе петелек мы данную петельку не считаем все а теперь я набираю 29 воздушных петель вот такая у меня цепочка такой будущий образец далее как у многих узорчиках новичкам особенно я рекомендую сделать вспомогательный ряд ну чтобы не запутаться в воздушных петельках кто уже умеет работать до непосредственно с воздушными петельками продолжайте дальше узор очка и так новички повторяйте три петельки подъема раз два три теперь отсчитываем от крючка пятую петельку раз два три 4 5 накид в пятую петельку вот так вот аккуратненько нырнули вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки 2 2 это столбик с накидом 3 вот эти первые петельки это тоже имитация столбика с накидом накид следующую петельку по порядку точно также провязываем столбик с накидом и в следующую его все последующие петельки провязываете столбик с накидом для того чтобы мы с вами не запутались в нашем узорчике в столбиках мы точно не запутаемся а воздушных петельках поначалу можно запутаться поверьте и так вот вы провязываете весь ряд сами себя контролировать количество столбиков по итогу получается ровно столько сколько вы набрали количество петелек в цепочке вот я набрала 29 воздушных петелек значит у меня должно получиться 29 столбиков и самое главное вот первые три петельки подъема это тоже имитация столбика с накидом считаем за столбик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 столбиков я уже провязала давайте самостоятельно до конца ряда провязывайте в конце ряда встретимся договорились не сложно у вас получится давайте смотрите вот провязали наши столбики вспомогательный ряд все ровненько аккуратненько теперь можем приступать непосредственно к самому узорчик у и так смотрим на схемку повторяем и учимся 3 петельки подъема в начале 1 2 3 теперь поворот нашего вязания смотрите внимательно накид вот мы первый столбик получается провязали теперь со второго столбика нырнули вытянули ниточку провязали по 2 петельки столбик с накидом 1 накид следующий по порядку вот столбик провязываем столбик с накидом 2 и следующий по порядку столбик провязываем столбик с накидом 3 и того смотрите вместе с тремя пятерками подъема у нас получается 4 столбик видите не сложно идем дальше накид теперь смотрите пропускаем два столбика 1 2 и в столбик нырнули и провязали столбик с накидом 1 2 накид сюда же верхушку этого же столбика провязываем еще один столбик с накидом считаем второй столбик накид сюда же провязываем третий столбик накид сюда же провязываем 4 столбик накид сюда же провязываем 5 столбик вот у нас получается вот такой вот и ручку несложно дальше накид пропускаем 2 столбика 1 2 и в третий провязываем столбик с накидом и опять считаем 1 столбик с накидом накид следующий столбик два столбик с накидом и в следующий столбик 3 столбик с накидом какая картина у нас получается вот здесь три столбика это те самые три столбика которые мы провязывали в начале ряда то есть дальше повторение дальше вяжем веерочек накид пропускаем два столбика 1 2 и в третий столбик провязываем 5 столбиков с накидом 1 сюда же 2 сюда же 3 сюда же 4 и 5 мы с вами сделали еще один веерочек несложно дальше нас тут три столбика помните да накид пропускаем два столбика ниже стоящих 1 2 из 3 столбика начинаем провязывать три столбика с накидом 1 2 3 понятно да то есть так вот вы провязываете чередуете столбики с веерочками до конца ряда совсем не сложно давайте самостоятельно до конца ряда в конце ряда я вас тричу у вас получится смотрите вот провязали до конца ряда теперь буду показывать как мы заканчиваем наш ряд мы провязали 3 столбика и заканчиваем также как и начинали накид вот у нас три петельки подъема в третью петельку подъем аккуратненько так нырнули вытянули ниточку и провязали столбик с накидом все наш ряд закончен все ровненько аккуратненько дальше 1 воздушная петелька поворот и сюда же вот верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида вытянули ниточку и две петельки вместе все столбик без накида дальше точно так же получается вот наши три столбика 1 2 3 мы будем провязывать точно так же столбиками без накида 1 столбик без накида 2 столбик без накида 3 столбик без накида то здесь ничего сложного а дальше смотрите внимательно мы должны будем сами провязать рельефный лицевой столбик без накида смотрите повторяйте вот наш столбик так верочка мы его захватываем сзади на перед вот таким вот образом столбик у нас перед крючком захватываем ниточку вытягиваем ее вот таким вот образом и провязываем 2 петельки вместе сейчас как бы не видно но рельеф начинает вырисовываться дальнейшем получится очень очень красиво следующий столбик верочки точно также захватили задный наперед крючок получается у нас за столбиком находится вытянули ниточку и точно также две петельки вместе есть третий столбик точно также провязали четвертый столбик точно также провязали и пятый столбик точно также провязали у нас получается рельефные лицевые столбики без накида если мы перевернем наше вязание вы увидите что здесь начинает формироваться вот такая вот горизонтальная полосочка когда узорчик вырастет будет очень очень красиво видите рельеф порисовываться идем дальше дальше по узорчик у нас тут три просто столбика с накидом мы беремся за верхушку каждого столбика и провязываем просто обычный столбик без накида 1 2 3 дальше опять идет веерочек и веерочек мы провязываем точно также рельефные лицевые столбики без накида и так захватываем первый столбик сзади наперед столбик перед крючком вытянули ниточку и 2 петельки вместе второй столбик точно также третий столбик точно также четвертый столбик точно также и пятый столбик все вот такая красота у нас получается дальше нас тут обычные столбики рельефные столбики обычные столбики из 3 коста образец узорчика рельефный обычный рельеф на обычный рельефный все давайте до конца ряда самостоятельно перематывать если что видео у вас все получится встречаемся в конце ряда мы провязали до конца ряда ровненько все аккуратненько как мы заканчиваем наш ряд вот наши последние три столбика мы провязали столбиками без накида и там где три петельки подъема беремся аккуратненько за третью петельку и провязываем тоже столбик без накида все наш ряд закончен все ровненько аккуратненько дальше внимательно 3 петельки подъема раз два три поворот там где у нас были три столбика помните мы провязывали столбики с накидом над ними столбики без накида точно также повторяем столбики с накидом 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом дальше смотрите наши с вами задача повторить вот наш первый ряд то есть провязываем веерочек помните до 2 столбика пропускаем раз-два и вот за третий столбик вот вот так вот беремся и провязываем еще один веерочек такой же состоящий из пяти столбиков с накидом 1 сюда же 2 сюда же 3 сюда же 4 и сюда же 5 вот на 2 ручка веерочек над столбиками столбики на 2 ручками веерочки дальше точно также пропускаем два столбика раз-два и вот наши три столбика раз-два-три провязываем столбиками с накидом то есть мы повторяем точь-в-точь самый первый ряд наш нашего узорчика вот видите как получается ничего сложно дальше у нас опять тут веру чик два столбика пропустили 1 2 в 3 провязываем веерочек столбик с накидом 1 столбик с накидом 2 сюда же столбик с накидом 3 столбик с накидом 4 и столбик с накидом 5 вот видите и вот так чередуете столбики веерочки столбики веерочки опять до конца ряда несложно вы уже так провязывали вы умеете встречаемся в конце ряда давайте смотрите вот наша красота потихонечку растет так как мы заканчиваем ряд точно также как заканчивали вот наш первый ряд получается делаем накид после трех столбиков с накидом в предыдущем ряду у нас была одна воздушная петелька и столбик без накида нырнули сюда и провязали столбик с накидом все ряд закончен краешек ровненький идем дальше воздушная петелька 1 поворот и сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида есть дальше нас тут три столбика 1 2 3 провязываем обычными столбиками без накида 1 2 3 а дальше точно так же повторяем как мы с вами провязывали второй ряд нашего узорчика весь веерочек провязываем рельефными лицевыми столбиками без накида и так повторим захватываем вот наш первый столбик сзади наперед получается столбик перед крючком вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе 1 2 столбик точно так же 2 3 столбик точно так же 3 4 и 5 все вот наши рельефные лицевые столбики без накида так они выглядят с этой стороны с обратной стороны видите начинают формироваться вот горизонтальные полосочки рельеф все а дальше опять наши три обычных столбика без накида 1 2 3 провязываем обычными столбиками без накида 1 2 3 понятно да все давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда я вас встречу так растет наш узорчик мы провязали полностью ряд столбиками получается без накида заканчиваем мы вот в третью петельку подъема мы провязываем столбик без накида все наш ряд закончен все ровненько аккуратненько далее 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и опять повторяем там где нас были столбики знак с накидом мы провязываем 3 столбика с накидом 1 2 3 опять пропускаем два столбика раз-два и в третий провязываем веерочек видите на две ручками веерочек ничего сложного получается наш узорчик состоит всего лишь из двух рядов это столбики с накидом с веерочками и далее столбики без накида с рельефными столбиками и все и вот так вот вы провязываете на нужный вам размер образца красота красота все повторяем первый ряд 2 1 2 1 2 1 2 и на необходимый размер давайте я тоже провяжу несколько рядочков посмотрим что в итоге получается получится очень даже симпатично встречаемся через несколько рядочков давайте так смотрите вот я провязала несколько рядочков моем случае вот такая вот получается красота эта сторона у меня рельефная видите она будет лицевой 2 сторона да она будет ведь такая гладенькая она будет конечно изнаночной стороной вот так вот она выглядит все ровненько аккуратненько вот рельефная сторона веерочки смотрят наверх не забывайте что веерочки могут смотреть вниз то есть на ваше усмотрение на ваше изделие ну и также поворачивайте узорчик влево-вправо как вам будет больше нравится какая у вас идея возникнет на из вашей пряжи что можно будет связать из моей пряжи конечно из данной расцветки данного качества мне кажется это будет хорошо смотреться в кофточках в детских в жилеточках это может быть летние демисезонные вот такие вот так кофточки из вашей пряжи это могут быть конечно взрослые кофты кардиганы это могут быть пледы почему бы нет то есть пробуйте экспериментируйте берите пряжу потолще потоньше и экспериментируйте если что вязали данным узорчиком рассказывайте подбрасывать идейки нам будет интересно же давайте замерим мою сегодняшнюю красоту получается я набирала 29 воздушных петелек если моя пряжа моя плотность вязания мой крючок дата у меня получается 12 с половиной сантиметров то есть обязательно провязывайте своей рукой своей пряжи своим крючком у вас могут быть размеры совсем совсем другие и так каждый веерочек это два ряда 2 4 6 8 10 12 14 тут один ряд будет 15 и первый наборный 16 так у меня это получается 10 ну вот 10 с половиной сантиметров то есть это моя пряжа моя плотность вязания мой крючок у вас может быть больше может быть меньше понятно вот такая вот красота тянется из моих ниточек совсем чуть-чуть и совсем чуть-чуть из вашей пряжи может тянуться больше это тоже учитывайте когда будете вязать образец вот такой вот несложный всего лишь два ряда но в принципе так скажем красивый согласитесь за необычный но очень простой узорчик как вам надеюсь вам сегодняшнее видео понравилось не забывайте ставить лайки обязательно подписывайтесь на канал кто еще этого не сделал впереди много новинок делитесь друзьями с подружками в соцсетях и сохраняйте свои плейлисты ну что ж всем ровных петелек встретимся в новых видео пока пока пока